В Нижегородской области арестованы 9 страусов. Это не шутка, а суровая правда судебно-исполнительской деятельности. За многомиллионные долги суд наложил арест на страусиную ферму в Шахунском районе. Вот это фермерское хозяйство, которое является должником. Именно в ней находятся арестованные страусы. Дело в том, что в Шахунском межрайонном отделе судебных приставов возбуждено сводное исполнительное производство в отношении фермерского хозяйства. Занимающегося разведением страусов, которые имеют задолженность на сумму почти 130 миллионов рублей. В одном из банков Нижегородской области на фермерское хозяйство был оформлен многомиллионный кредит. Получателем, по которому выступает директор данного хозяйства, в качестве залога выступили страусы. В зоологе находилось у банка 44 страуса, но на момент прибытия службы судебных приставов с целью наложения ареста в наличии было только 9 страусов. На них и был наложен арест. Птицы были оставлены на ответственное хранение должнику. Теперь, если задолженность не будет погашена, все имущество будет передано на реализацию. У страуса-то арестован, да, но как бы у страуса-то яйца-то несет, как бы приносит доход. Так ведь я считаю, ну страус-то сам по себе арестован, а доход-то как бы он приносит. Яйца-то не арестовывают у страуса, а можно прибыли идти. Собственности у фермера никакого имущества нет, денежные средства на расчетных счетах в банке отсутствуют. При составлении акта ОПС и ареста руководитель фермерского хозяйства не препятствовал, добровольно предоставил и страусов, и сельхозтехнику для наложения ареста. А что у вас за долг такой был? Правда, что вы кредит брали? Нет. А почему именно страусы? А у вас есть какая-то другая недвижимость? Нет. Почему вы не заплатили? Нету. А почему вы не заплатили? Во-первых, представьте, что вы такие. Сети НН, Нижний Новгород. Кстати, арест со страусов будет снят лишь в том случае, если хозяин оплатит долги до 20 мая этого года. Если же долги погашены не будут, то страусов выставят на продажу.